Так, на чём я остановилась, что у меня муж не так давно спрашивал, сколько у меня пенсия будет в России. Я открыла свой сайт госуслуги и у меня там моя пенсия, в общем, 12 тысяч рублей. Это сейчас, наверное, 150 долларов. Сейчас видите, что с долларом-то творится, он уже 91 рубль, это же ужас. Вот, и представляете, если я сейчас в доллары-то поменяю, рубли, это же вообще ни о чём. И всё, он что-то посмеялся, и на этом наш разговор закончился. И тут всё, у нас уже разговоры о пенсии, он уже выжжено, мылил, как говорится. И тут у меня опять он спрашивает, что сколько пенсия будет у меня в России. Я говорю, ну 200 долларов. Он такой, да, вроде немного там. И такой говорит мне, а ты вообще тут ведь не будешь ведь никакую пенсию получать. Я говорю, как это не буду? Буду. И я вам сейчас скажу про американцев, которые вышли замуж за российские женщины. Я не знаю, как у вас, но мне кажется, это многие американцы. Они ничего не знают об эмигрантах, потому что у них нету среди них людей, которые были бы эмигрантами. Вот как мы, как я. У меня у мужа все здесь работали всегда. Все жили здесь всегда. И для них вообще вот это всё чуждо. Там переход через границу, документы какие делать женщине, которую ты привёз. Это всё вообще для них тёмный лес. Там как просят у меня, чтобы Рик поручителем был, чтобы кто-то мог перейти через границу. Но это постоянно такие запросы. Видите, раз я на ютюбе сижу, то люди думают, что это так просто. И поэтому для него это вообще что-то не из его жизни. И вот он стал сталкиваться с этим, потому что меня привёз. А мы, эмигранты, мы здесь очень много всего знаем. Потому что мы же общаемся между друг другом. И я впервые с этим столкнулась, когда мы делали документы мне. И Людочка уже этот процесс тогда прошла. И там какая-то загвоздка была. И она мне сказала, как лучше делать. Я пришла к Рику, говорю, давай вот это заполнять. А он думает, что я ничего не знаю. А я уже всё знала. И он решил сделать по-своему. Но он же американец, он умнее. И, короче, сделал что-то. В общем, нажал не туда. 150 долларов, помню, у него улетело. Я вижу, что он не туда нажал. Потому что неправильно. Но он сделал и сделал. Я думаю, да пофиг. Потом пришлось переделывать. Он потерял эти деньги. Но тогда я поняла, что мы-то общаемся между собой. И мы знаем очень много всякие вот такие лазейки. Кто столкнулся с какой-то проблемой. Как он её решал. И тут такая же ситуация с пенсией. Он понятия не имеет, как эмигранты получают пенсии. А я тут же общаюсь с девчонками. Мы ещё с Людочкой тогда разговаривали и делали видео. Когда ты ходишь за бабушками и ухаживаешь за нашими. Люда ковергивером работала. Помощником у бабушек. И вот она говорит, что многие живут вот в этом социальном жилье, которое 300 долларов стоит. И допустим, кто-то работал всю жизнь, получает пенсию 1100. А кто не работал всю жизнь здесь в Америке, он получает пенсию 900 долларов. И мы с Людочкой-то сидели и говорим, вообще это вот как в России. И ты работал 45 лет, получил... И у него пенсия 200 долларов. И человек, который отсидел в тюрьме, вышел. У него будет пенсия 150 долларов. Ну, в России вот так. И здесь в Америке так же. И я говорю мужу-то, что я всё равно буду получать. И мне там писали в комментариях о пенсии. Знаете, я что-то этим вопросом вообще не задавалась. Я вообще никогда не рассчитываю на государство. Ну, дадут хорошо. Не дадут, а я и не рассчитывала. Я поэтому никогда не расстраивалась. И здесь я никогда не интересовалась этим вопросом. Вот. И мне там писали под какими-то видео. Мне уж, конечно, сейчас не найти. Ну, и многим будет это интересно. Напишите, пожалуйста. Вот я сейчас это видео договорю. И, может быть, вы что-то мне новенькое скажете. Может, я неправильно что-то сказала по этим пенсиям. И я комментарии, конечно, крыжу. И кому-то будет это полезно очень почитать. Я говорю, слушай, напиши бухгалтеру. Потому что я что-то слышала, что 10 лет мне надо отработать. Ну, видите, я self-employer. У меня нестабильный этот заработок. Это нужно вроде бы отработать на каких-то предприятиях тут государственных, чтобы тебе эту пенсию давали. Но, опять же, я смотрю на наших женщин. Они все получают. Кто из 60 лет приехал, у всех эта минималка есть. И мне муж что говорить? Да, они, говорит, нелегально, наверное, как-то получают. Заполнили там документы. Ну, якобы не по правилам. И что такого не может быть. И давай смотреть законы, читать. А я пошла и тоже начала смотреть видео. Господи, спасибо Ютубу. И там, говорю, нужно же зайти на этот свой, на социальную службу. Личный кабинет зарегистрируй. И посмотреть вообще, что у тебя есть. Я зарегистрировалась, пошла. Открыла свой счет. И мне, представляете, он выдал. Бухгалтер мой. Ну, все эти, сдавала же налоги-то мои. И, представляете, нужно набрать, оказывается, за 10 лет 40 очков. Так назовем их. 40 баллов. И если ты набрал эти 40 баллов, то тебе положена минимальная пенсия. Но, если ты даже не работал всю жизнь, ты можешь получать половину пенсии от мужа, якобы. Но у мужа эти деньги не заберут. Он никак не пострадает. Такая вот интересная схема. Откуда эти деньги будут мне идти, я не знаю. Ну, не только мне, а женщинам, которые не работали и были в браке 10 лет. И я открываю свои эти очки. У меня, представляете, 30 очков уже. Они считаются так. 4 квартала каждый год. Значит, 4 очка у тебя есть. Вот эти цветы опять начали цвести. Как цветут, я вспоминаю. В это время я приехала к Рику на первое свидание. Все время об этом говорю. Калибри. И получается, что вот как раз 10 лет, и если ты сдавала нормальные налоги, потому что есть какие-то месяца, ну, вот у меня такие, когда я не работала, магазин не работал у меня, там понятно, что зарплата вообще ни о чемная была. И тогда очки не засчитываются, если было очень мало денег в какой-то квартал. Получается, значит, в год ты получишь не 4 очка, а 3. У меня там есть вот такие месяца, которые не зачлись. И получается, и получается вот, что я эти жалко налоги-то платить. А оказывается, если я их платила, то значит, у меня вот эти очки набирались. Я вчера послушала женщину, она бухгалтер, иммиграционный адвокат, кто-то вот, не помню, кто она, по налогам что-то, по-моему. И она сказала, что вот когда сдают люди отчетность по налогам, и многие же вообще вычитают там все чуть ли не подчистую. Ну, правда. И они как бы налоги вообще не платят. И оказывается, это очень плохо влияет вот на эти баллы. Потому что если ты не платил налоги, значит, у тебя и баллов нет. И мы вчера так удивились, что у меня, оказывается, всего мне нужно поработать два года, ну, чтобы каждый квартал у меня была нормальная, как бы за плату что-то 1400, что ли. Не помню. И если она будет у меня нормальная, то я за два года доберу эти 10 очков. Ну, там, за два, за три года. И все. И он такой довольный, Рикто. Потому что, видите, почему он волнуется? Если он уходит сейчас на пенсию, он же рано хочет пойти. Здесь 62 года почти никто не уходит. Работают все до 70 лет. Потому что если ты уходишь 62 года, то у тебя будет очень маленькая пенсия. Ну, там 1300. И тебе нужно платить еще за медицинскую страховку. А она вообще дорого стоит. Это очень дорого. И тут бесплатно должен что-то в 65 или в 62 года. Что-то вот не помню. Но мне-то, видите, мне-то еще до 62 или 65 довольно-таки долго. Ветер. И поэтому Рику придется платить за меня вот эту страховку полностью. И он говорит, что это очень важно. Потому что, не дай бог, у тебя позорная страховка, ну, останешься с голой этой. С задним местом с голой. Вот когда у него мама попала в аварию на мотоцикле. И он говорит, что если бы не страховка ее мужа, то, говорит, дом бы продали. Но я все время говорю, если здесь ты бедный в Америке, с тебя ничего не возьмут. Но если ты работаешь, у тебя есть дом, машины, еще что-то, то с тебя тут так же сдерут, так же, как и в России. Если у тебя ничего нет, то у себя нечего взять. Если у тебя что-то есть, работа, у тебя приставы будут все это вычитать бесконечно. Есть такая же система. Поэтому средний класс здесь очень сильно страдает от всего этого. Налоги с них дерут. слегка взять с них всякие вот такие расходы. От бедного человека ничего не возьмешь. Ну и вот, и в итоге-то вчера мы так обрадовались, что оказывается, у меня почти 40 очков. Такой неожиданный сюрприз получился. Не интересовались, не смотрели. И вчера вот так вот неожиданно получилось. И поэтому возмущалась я, что тут налоги плачу. Да все видите, как все тут важно. Видите, хотя если бы и не работала, все равно бы получала. Поэтому бухгалтер отпишется, она наверняка ему напишет, что если даже жена у вас не работала, то я имею право на половину его пенсии получать, а он как бы вообще не пострадает. Но это уже по 100, как 10 лет проживешь в браке. Чего мне не верить, что наши люди живут здесь в жилье по 300 долларов. Я кого не знаю здесь, я всех русских людей здесь знаю, иммигрантов, которые переехали, они все живут в таком жилье. И возле меня, там возле Питовума, это такое жилье, что оно тебе дается, умираешь, и оно не переходит ни детям, никому, оно потом передается следующим людям. И стоит оно всего 300 долларов. Конечно, там нужно показать, что ты нищий, естественно, это опять все для нищих. Но, тем не менее, даже если, мне даже сказали сейчас тут, что даже если ты замужем и не живешь с мужем, то ты можешь привести документы, что вы не живете вместе, и ты тоже имеешь право на половину его пенсии. Представляете? Так что зря Рик волнуется, Америка меня не оставит с голой этой, и тем более, что я работаю, и посмотрите, плачу налоги, и все это учитывается, и еще и баллы себе заработала. Обалдеть. Так что вот, я с пенсией здесь. Уже говорила, что, видите, было бы, как по-старому, 55 лет, если бы не было, и мне бы дали пенсию. Представляете, как классно она была у меня копилась в России, по 200 долларов, но все равно 10 месяцев, 2000 долларов лежали бы на счету, не помешали бы они мне, я вам честно скажу. Так что все, мы готовимся к бедной жизни, на пенсию, и Рик сказал, что он почему хочет идти раньше, потому что, говорит, 70 лет будет, там ноги уже можешь ходить не будут, голова соображать не будет, так, пока еще молодой, и хочется деньги потратить, и хочется куда-то поездить, потому что всю жизнь работает, и толком никуда не может поехать, и поэтому вот, пока еще все здоровье есть, и лучше пораньше уйти на пенсию, чем уйти в 70 лет с деньгами, а уже они тебе нафиг не нужны, нужны будут только уже на лечение. Всем пока, напишите, пожалуйста, комментарии по пенсиям, что вы знаете, потому что я знаю, что вы знаете все. Любой вопрос только озвучишь, люди все знают. Спасибо вам огромное за то, что пишете комментарии, и это пригодится не только мне, но и другим людям. Так что пишите, я там все открою, и другим людям будет вообще очень полезно это все прочитать. и не только мне,